здравствуйте в эфире программа о чем говорят одна из тем которая в это непростое время на слуху это банкротство вот о банкротстве причем банкротстве физических лиц мы и будем говорить а мой собеседник это дарья барнашева на арбитражный управляющий здравствуйте большое спасибо что пришли вот в принципе я уж не знаю пандемия повлиял на это нет скорее всего что повлияло но за год количество банкротств физических лиц включая индивидуальных предпринимателей выросло на 68 процентов совершенно верно так и есть но не только пандемия вообще повлияло но и в целом развитие этого института банкротства очень многие люди стали глубже осознавать свои проблемы и понимать что нужно их решать а не просто оставлять чтобы висели исполнительное производство как многие раньше делали узнали о том что существует такой институт банкротства узнали каким образом проводится процедура и соответственно стали больше обращаться по этим вопросам юридические компании в этом плане нужно отметить да очень важный момент что при обращении за банкротством практически все заявления удовлетворяются не удовлетворяются только те заявления когда сам банкрот допускает ошибки в предоставленных документах суд это очень важно потому что от этого зависит фактически судьба человека да и то как будет складываться его финансовая жизнь потому что с вопросом о банкротстве суд можно обратиться только один раз в пять лет если при первичном обращении вы допустили какие-то изъяны до своем заявлении то только через пять лет вы повторно сможете обратиться поэтому ситуация изменилась где-то по моему с пятнадцатого года да когда вот ввели вот это институт личного банкротства и 8 раз увеличилось количество банкротов насколько я так подглядел но вообще банкротов то было всегда много просто они не признавали что они банкроты они не знали что не верили что действительно долги спишутся потому что до сих пор очень много правильную фразу не верили что долги спишутся мы сейчас говорим потому что о чем о том что самого слова вот этого банкротства да или процедуру боялись и боялись а ее на самом деле возможно так сильно бояться то и не стоит правильно да я совершенно согласна в общем то здесь и собрались да 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 очень многие из 2015 года прошли процедуру и конечно в виде их опыта другие люди соглашались поняли что ничего страшного нет здесь давлел наверно какое-то я не знаю советское прошлое может быть и само слово банкротства многие до до сих пор многие даже в моих социальных сетях блогах мне спрашивают задать мне вопрос о том а реально ли списать долги с ужасом спрашиваю как да 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 потому что я я сама удивляюсь потому что уже пять лет до можно сказать существует закон и очень много людей прошло через процедуру я сама сейчас веду только 200 процедуру одновременно проходит поэтому конечно очень полезно обращаться за банкротство не знаю и стоило если вы вот выросли с этим страшным словом банкротства поэтому слава богу что есть такие юристы как вы вообще вот смотрите грядут изменения да вот если говорить о банкротстве физических лиц в законе да да но вообще сейчас многие законы меняются и в том числе закон о банкротстве многие из-за этого тормозятся своим банкротством но не стоит этого делать лучше обращаться именно сейчас пока закон действует привычном нам режиме потому что как он изменится мы пока точно сказать не можем скорее всего все будет только усложняться потому что когда появляется что-то новое это сто процентов тормозит процесс да потому что даже когда 2015 году приняли этот закон пока суды отработали механизм по которым будет идти стадия банкротства но прошел но не меньше года прошло то есть вот сейчас если опять же когда вступит изменение в силу опять же придется год целый осваивать новые нормы закону поэтому лучше обращаться прямо сейчас и тем более что есть компании до центр защиты должников которые уже отработала этот механизм который хорошо работает сто процентов удовлетворяется все заявления которые подаются все подается грамотно доступно объясняется на бесплатной консультации сейчас говорим о том куда следует обращаться если вдруг припекло правильно да да я просто всегда делаю на этом акцент потому что очень важно куда вы обратитесь за помощью потому что но многие теряются до предложений очень много на каждом столбе обанкротчу и так далее помогу за пять тысяч рублей все бесплатно они ко всем следует вот в том то и дело что мало кто действительно является профессионалами в этой области и может гарантировать результат очень многие просто хотят наживиться на этом но к нам часто обращаются люди которые ошиблись тем куда обратиться да потому что приходят расстроенные обиженные тем что вот не туда обратились пообещали но не выполнили обещание поэтому обращайтесь центр защиты должников телефону скажу бесплатный да куда можно позвонить это 8 846 323 49 бесплатная горячая линия звоните в рабочее время записывайтесь на бесплатную консультацию если сейчас возникли соответственно проблемы какие-то либо вы подозреваете что в дальнейшем они неизбежны да потому что уже уже сегодня звонят люди которые например работали в индустрии красоты индустрии красоты на два месяца у нас закрылась никаких доходов у этих людей нет парикмахеры соответственно сейчас не работают и у них есть обязательства которые нужно выполнять и не только салоны красоты на самом деле не только да 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 просто один из примеров да потому что сегодня буквально утром был такой запрос человек обратился сначала в банк за отсрочкой но опять же отсрочку которую пообещали банки не все действительно предоставляют вчера тоже была в банке и слышал когда мужчина пришел говорить об отсрочке а ему говорят вы должны предоставить там 15 документов которых подтверждает что у вас действительно есть проблема говорит я не могу сейчас предоставить документ в законе же сказано что я могу только с паспортом прийти они говорят а у нас свой внутренний регламент мало ли что сказано в законе вы должны по нашему регламенту принести на вот эти документы вот он долго спорил говорю что я не могу но в итоге ему отказали а вот кому тогда предоставляется вот в льготный период есть определенный перечень людей да то есть физические лица это если задолженность составляет 250 тысяч рублей и если она была оформлена до 3 апреля 2020 года отсрочка может предоставляться и тогда уже никто вас не пошлет никуда но задолженность ваша должна быть совокупной не более 250 тысяч рублей это тел кредита соответственно и и п тоже попадает под эту категорию это 300 тысяч рублей и п должны брать займы не на как говорится цели предпринимательские аналичные цели то есть вот если вы индивидуальный предприниматель у вас просто есть потребительский кредит то вы также можете обратиться ну и далее идет для категория для уже юридических лиц там задолженность от 500 тысяч рублей и более сейчас про физические лица говорим все время немало осталось вот буквально плюсы и минусы банкротства плюсы очевидно то что списываются долги то что можно разрешить проблему с ипотеками можно договориться с банком заключить мировое соглашение минусы они тоже есть во первых ограничения занимать руководящей должности во вторых повторно можно обратиться только через пять лет многие боятся того что не выпустят за границу за границу будут пускать если вы не нарушите никаких законов в ходе банкротства и будете добросовестно исполнять все рекомендации арбитражного управляющего если все честно если никаких нету то совершенно верно вы признаетесь банкротом списываются полностью все долги и вы с чистого листа начинаете свою финансовую жизнь можете брать новые кредиты но повторно банкротом себя признается только через пять лет в общем не стоит бояться банкротства дорогие друзья самое главное обращаться к специалистам в правильной нужной организации спасибо большое спасибо вам до свидания не болейте самое главное ваш сложный период всем желаем здоровья до свидания